У меня последняя карта на Китае была именно Нага против антимага и так знаешь все было очень равно, все очень хорошо. В итоге 43 минута, антимаг не знаешь зачем, но седьмым слотом покупается муншарт, не оставляя денег на байбэк, умирает, ГГВП, игра закончилась. Ну блин, то есть как бы знаешь там все по графикам все равно, то есть ну ты видишь, что минута 43, что как бы игра начинается, антимаг, Нага, все дела, но потом как бы седьмой слот для антимага на 43 минуте ему понадобился очень срочно без байбэка умереть и ГГ, то есть ну это, это странно, это очень странно было. Так что знаешь, с Нагой бывают игры всякие, допустим у нас частенько взяли Нагу там корейцы, такую прям очень жестко пушущую Нагу, а не через игру в такой сплитпуш, там радик там кектарин, так что кто знает какой у них план. Нет, я думаю тут именно тот самый план и мы будем просто сейчас за увлекательнейшей дотой наблюдается Аслак заезжает четвертым пиком для команды Шаркс, ну и команда The Imperial забирает себе Аутворд, Деваура, Леоне и Бэтрайдера. Четвертым пиком заезжает у нас Кинтавр, очень интересно. Ну и по банам, по банам Сэн Кинг, Висп, Дарксир и Лайфстиллер от команды Imperial и собственно Угр Маг, Дрорейнджер, Оракл и Джиггернаут от команды Шаркс. Причем не интересно, да, у них у команды Шаркс однозамена, некто Флойд за них играет. На самом деле вообще не в курсе по составу, но вот ранее только лишь Сэлэри видел, а остальных, без понятия кто это такие, как-то не встречались они на турнирах, не на квалах каких-то там, к Инту, там, к Маниле. Вот вопрос к этому турниру, на самом деле, ребятки вообще нонеймы и как они вообще дошли до верни сетки в мировах. Ну их, кстати, заинвайтили, как ни странно, они по инвайту. А я просто посмотрел, тут там такие команды, как типа Flipside отлетели и так далее, то есть очень интересно. Знаешь, открываю профиля Slash Strike, призовые за карьеру 192 доллара, Сэлэри 180 баксов играл. Класс. Да, интересно-интересный турнир, да, своеобразный, так скажем, действительно, но ладно. Ну что, баны, баны ждем, баны, баны, плиз, завезите нам. Кстати, смотри, по поводу того, как у нас добрались эти Шарксы, они играли первый матч против Ikea, там Best of 1, а потом против команды Evil Corporation, которая выиграла Вегу и там Вега закинула, конкретно говоря, вот прям очень сильно. И, в принципе, знаешь, повезло Шарксам именно в сетке, что вот Вега закинула, и там, в принципе, Evil Corp, такая команда тоже не особо какая-то крутая в плане ников, потому что там по никам вообще никого нет такой, кто где-то отмечался, по крайней мере, там по данным Liquidpedia, так что, ну так вот, повезло, дошли до семифинала, но, на самом-то деле, я подозреваю, что будет такая ситуация, как у нас была в матче нижнем финалах, где играли Rebels против Miao, и там просто две по двадцать и до свидания. Хорошо. Посмотрим. Ну что ж, ласт бан остался для команды Imperial, им нужно избавиться от какого-то сильного, хм, оффлейнера? Да, наверное. Это что, получается, нага в мид, что ли, или это саппортящая нага? Сложно. На самом деле, определить, куда она пойдет. Интересно. Не, ну, наверное, все-таки на роль саппортящей наги, а тогда кто в мид пойдет? Ну, Мирана мид, Слар Керри, и Харленер остался, по идее. Ммм, ладно, посмотрим. В любом случае, ласт пик сейчас будет для команды Imperial, им все еще нужен корт. Ну, кентавр у Imperial это керри всегда извергает. Он еще во времена Весга залетал, и после краски того, как Team Ukraine отлетели от Imperial, они тоже начали издать кентавра все в распиках. Там даже не только уже и после катал там и в папчики на кентавре, и вроде бы в DC залетал даже в пике кентавренко. Так что тут это керри будет, кентавр, и остался саппорт, и это Омник. Хорошо. Тогда ласт пик для команды Sharks. Что у них заедет на оффлейн? На самом деле оффлейн очень сильно получается. Леон Омник вместе с кентавром, там очень сложно будет выжить. Опять же, сильный прокаст, много контроля. Что с этим делать, неясно. Нужно какого-то героя, который сможет с Escape там иметь или еще что-нибудь. Обычно играют у нас Imperial, ну не обычно, они всегда играют через кентавр, который покупает себе там всякие худы, потом тараску, и просто как бы жиром давит, то есть там без блинков катает. И на самом деле это еще сверху будет подобником, и вписать уродов такого кентавра пока нечем, потому что там никто его не убьет, даже Сларк его не сгрызет, учитывая то, что там шрифта будет много на воротах. Сларк себе лицо сам успеет сломать на самом деле быстрее. Да, лицо обломает об копыта кентавра. Да, и нежели что-то он сгрызет там, так что здесь я согласен. Особенно еще, если какая-нибудь Блэдмейл появится в теории рано или поздно, то вообще будет печально. Ну тут интересный выбор, это Некрофос, он же, как он раньше-то назывался, ты уже забыл. Хотел его Некрофилом назвать, но это будет Некрофил. Некрофил. Некролит он был. Знаешь, Некрофос как бы неплох, потому что у него скиллы процентные, то есть там ультимейт процентный и плюс Херстоппер Аура тоже процентная, и как бы против кентавра вроде бы неплохо. Ну посмотрим в любом случае, но опять же, выживать ему сложно будет, как ни крути. Если он подставится под какой-нибудь дизебл, а-ля там под коп Леон или Хекс, то я думаю, он уходить не будет. Ну это же другое дело. Знаешь, у нас походу Некрофос такой кардейнер, и прикинь, Некрофос, который фармит через короткий Херстоппер Ауру какие-то леса. Ну это как-то, знаешь, это пабом 3К моих пахнет. То есть это такой себе. Ну я не думаю, что это на просто сцене заедет вообще. Вот сколько он там будет фармить? Минут 40 стоять АФК? Ну как вариант, да, может быть, тогда сработает. Это все равно, что взять какую-нибудь медузу и пойти вот эту вот стак-эн, чтобы, знаешь, фармить, стоять просто настреливать. Хотя в свое время обузили эту тему там, тот же Фаник на Миране бегал, фармил, я помню, не раз. Я услышал историю от Хвоста, не от Хвоста, а от НС, как он там катал на 3К ММР, ну вот аккаунт, который он брал там для роликов, и говорил, что вот там на 3К, на 3500 все нормально, а на 6К у него была игра недавно, ну вот это пару недель, ну да, пару недель назад, когда играли Медуза плюс Дровка, и они друг друга с этого клифа елками скидывали, то есть ставили как бы вот этот бренч, и когда ставишь бренч, моделька вниз слезает обратно. И они так друг друга, короче, скидывали елками, то есть, он говорил, я фармлю на хайграунде, ты такой, нет, я фармлю на хайграунде. Ну на самом деле, здесь я не знаю, насколько спорить, но я знаю, что другой парень, который уже давно практикует именно игры на разных ММР, снимает по этому ролике, всем известный Роман Крит, там был такой, что он играл, там, грубо говоря, в папочке на 3К ММР, а потом он играл в папочке на 5, там, с чем-то ММР, разница очевидна, на самом деле, несмотря на то, что срутся там и там, русские, да, то есть, ну, на 5К хотя бы ребята действительно умеют играть, и вы даже, если вы соретесь друг с другом, выигрываете, если на 3К, там, то забей просто, там, мусор, помойка и так далее. На самом деле, ЧСВ растет с ММРом, не соразмерно. Ну, не знаю, ну, там, ЧСВ растет, но ребята играют, реально, они там, знаешь, тебя он может там... Через раз. Да, там, пятиэтажным матом покрывать, но он будет делать свое дело, то, что ему нужно делать, то, что от него требуется, как бы. Так что здесь разница в этом очевидна. Ну, и здесь я, на самом деле, с ним согласен. Но, в любом случае, мы ждем у нас интересная пауза, опять же, по-стандартному. В принципе, у нас и так матч интересный предстоит. Ну, в принципе, да. Конечно, есть у нас матчи еще другие сейчас, какие идут. Но этот матч только так, сойдет, сойдет. Ну, вообще, я как Шелдон Купер должен обращаться с табличкой «Сарказм» сидеть, но... Ладно, оно такое. По поводу интересной. Ну, мы ждем. Пока что у нас интересная пауза. Ну, слушай, пока пауза, давай представим коллектива. Начнем мы со стороны, собственно, Radiant, как обычно, это команда Imperial. Эйс будет играть у нас на Кентавре. Хэстенджерроттен будет играть у нас на Бэтрайдере. Привет, кстати, Нексусу, который ненавидел этот ник. Райс будет играть на Умники. Бэби Найт будет играть у нас на Аутвард Девауре. И Ноэ на Леоне. Ох, у нас Сэкни играет на Дизрапторе, слэш-страйк. На Миране, Флойд, на Сларке, Сэлэре, на Наги и Дейл на Некрофосе. Господина не хватает, слушай. Да, вот, как раз Флойд вместо Господина. Играет там Ассенейшн или как там был ник как раз. А, или нет, 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 вру, 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 вру. Вообще, это трое команды было. Это у Мяу было, да, точно, точно. Сорян. Путаю уже. Ребята, да. Да, действительно. Ну что, давайте посмотрим. Начинается игра. Действительно, напоминаю, что у нас Фарман Бест оф Три. Ребята расходятся по лайнам. Райс уже побежал ставить апсы. Его сейчас спалят, кстати, тут тем временем. Товарищ Дизраптор у него есть, если что, с антреки. Раздевардит, я думаю. Примерно должен понимать у нас Дизраптор, куда тут был воткнут. О, не Сентрика, а опс, конечно же. Райс пока халдится. Кстати, сюда перетягиваются также у нас еще два героя команды Шаркс. Возможно, сейчас найдут у нас Омника. Что там по другим вардам? Тот один поставился опс от Империал под Т1 на боте. Окей, дабы видеть передвижение не края, так понимаю. Ну, как бы да. На самом деле варте плохой. То есть там некрофос еще и под вышкой будет палиться. Какие-то свечения суппортов. А вдруг? И на самом деле тут, возможно, захотят тут прям Тауэр подпушить. На ранних минутах. Вот именно до шестой, пока вард упадет. Ну что ж, давайте смотреть. Возможно, у нас будет какое-то раннее столкновение, на самом деле, от команды. И в теории, на самом-то деле, Империал могут неплохо подраться. У них, опять же, очень много дизейблов, очень много урона. Ну, в реально будет драк, потому что, смотри, у нас тут одна нага. Там вдвоем, и там третий подходит сверху. Да я накаляю просто. И как поздно... Начинается. Накаляю, накаляю. Хочу... А, на колен. Накаляю. Вот. Да, ну что ж, действительно, не было у нас раннего противостояния. Никакого-то на рунах. Забирает нас на боте Боби Найт себе баунтируна. На топе забрал нас товарищ Слэш Страйк. Расходятся игроки по лайнам. И давайте смотреть, кто все-таки куда отправится. И что мы видим? Пока что Селери делает грязь в лесу команды Империал. Поставил он, опс. Ну, и это, похоже, 2-1-2 будет расстановка от команды Шаркс. Ну да, тень показалась. И у нас такая супертящая нага снизу для Некрофос, по всей видимости. Но я думаю, тут все-таки будет фармить Некрофос на линии, нежели нага. Да. Я вот смотрю сейчас на товарища Сэхни. Вот это забавно, я буду смотреть через репейл. То, что ты с даблэйджа не наносишь урона, когда его юзаешь. И, конечно, неприятно здесь будет, что Флойду, что Сэхни. В этом плане то, что Сэхни накидывает Тандер Страйк, вроде бы. Но он особо не отнимает ничего АСу. А АС подходит спокойно, даблэйджем просто фармит все, что видит. Ну да, знаешь, пока у нас Ларк начал себе именно шифт. Потому что пока под Эссенс Шифтом он тут может подворвать статов. И, ну, по крайней мере, до получения левела. Может, хочешь что-то подфармить. А потом какой-то талончик, как у нас такое бывает на Сларках. И там уже и Лиса может быть подфармить, если прям на линии загдомбят. Что у нас там на боте тем временем? У нас тут Хестенджер Роттен стоит против Дейла на пару с Селари, как мы отмечали. Также здесь рядышком находится Ной. И, в принципе, у команды Империал тоже расстановка 2-1-2. Ну, кстати, Сларк пока неплохо там откусывает куски. Но, опять же, это пока. Ну, а там, все-таки, Шифт подзаряживает потихоньку. До 3-х заряда залетало ему. Ну, вот. Ну, пока не больно, конечно. Первый Double Edge только лишь 175 урона. А вот второй уже 250 и уже так вот ощутимо. Я думаю, с этим нужно будет уже считаться как-то игрокам команды Шаркс. Так, в миде как дела у нас? В принципе, пока все неплохо, кстати. У обоих игроков там небольшая разница. Буквально 3 крипа. Так что, в принципе, ровно пока что все здесь. Пока что Мирана не ходит в сторону леса. Там не фармят больших крипов, как обычно это любят делать. А там с суицидом тем временем Дизраптор занимается. Ну, что ж ты поделаешь. Начало игры уже у нас суицид-скват в лесу. Вечные степи, говорит. Хорошо. Классная озвучка. Какие степи? Вечные. А, вечные. Я тоже сказал степи, а вот первое слово я не дослышал. Вечные степи. Да. Ну что ж, пока что First Blood до сих пор не было сделано. Уже практически 3 минуты игры прошло. В принципе, ничего интересного не происходит. Все фармят. Какой-то экшен, наверное, был бы, если бы была бы все-таки 3-плат команды Imperial. Если бы Леон там вместе с Кентавром был. И с Омником. Но все-таки мы видим, что установка 2-1-2. Все тут спокойно потненько фармят, никуда не торопятся. Там сидят лейри. Разминают, и это точно будет минус. Ну, это, видимо, загулял парень. Переоценил свои возможности. Есть такое дело. Ну, в любом случае, First Blood за командой Imperial. Так, на топе. Что там? Пока что Эйс фармит Крипочка. Кстати, вот он получил 3-й левел. Качает пока что себе стомпы, если что. Дабы давать стан. Понятное дело, ауру не берет. Дабы Лейдж также в двоечку еще не взял. Пока придерживает скилл, если что. На всякий случай, в миде стрела залетает по Бэби Найту. Бэби Найт, ну, не будет никакой агрессии на него. Ну, так просто его нельзя, это анатомия, по-моему, к этому будет агрессия. Да, тут агрессия, ну как себе, ну, я не знаю, это в скобочках нет. Потому что там репейл, и все, агрессия кончилась. Так, не, я вилду от Imperial. А, вон она откроет агрессию, я понял. Ну, пока что, на самом деле, тут все вяленько происходит. Все вроде бы друг друга гоняют, все фармят, но толком ничего никто друг другу сделать не может. Ну, а тут как бы Imperial и не нужно. Там, для того, чтобы убивать нужны именно левелайтов, какие-то базовые артефакты. А сейчас поагрессиво на линии, ну, сложно. То есть, кто там снизу, Леон Бэтрайдер, ну, такое, как бы, не особо убивательные товарищи. На топе, как бы, левел всего третьего у нас у Кентавра, и тоже пока урона не хватает. Так что, подфармят, а потом начнут крошить. Да. Ну, уже 4,5 минуты практически игры. Можно уже потихонечку подсматривать за нетворсами, кто как фармит. Ну, и пока что все неплохо, на самом деле, все довольно-таки ровно. Не сказать, что прям какое-то явное тотальное преимущество есть по форму за одну из команд, в принципе. Единственное, что стоит отметить, что все-таки ОД топ-1. В миде все-таки, пока в миде BabyNight отстоял получше. Ну, BabyNight хорош, на самом деле. Один минус есть у этого товарища, это то, что он слишком у него, не знаю, память плохая. Он не зарегался, и, в принципе, команда из этого не попала в закрытые квалы сразу. А так бы, кто знает, возможно, если бы не тот график, как они играли, open-квалы. Они же первые не прошли, и катали вторые еще сверху. И если бы столько сил не потратили 4 дня, как бы, игровых на open-qual этот марафон жесткий, то, может быть, было бы и лучше результаты именно на квалах Бостона. Может быть, и прошли бы. Так, там агрессия по Тауэр на топе, тем временем проблемки у Дизраптора. Буквально одной тычки ему не хватает. Погоня за елочками мацует у нас Сэхни, но... Стычки просто добивает Эйс. Летит сюда Сларк и вечным временем проедает... Неверно проедает елочку. В итоге размонтил нас Эйс. Есть с ним еще 7 зарядов, если что, в стике. Проюзает. Там Сларк пытается подрезать. Сларк не знаю, что хочет. Мечом своим машет. Там дэш, кстати, лежит, если что. И неплохо бы ее законтролить на развороте. Можно еще Сларк этого бахнуть. Там в Миране неплохо бы стрелу было закинуть. Ну да. Кстати, Миран сейчас подберет ДД. Ну да. Слэш-трайк. И, возможно, пойдет в топ сразу. Да, действительно, отправляет Смирана. Давайте смотреть. Я слушаю Глимс. Там близко по тендавру. Ай-паунс. Не туда. Промазал. Эйс пока что стоит в филде. Начинает ухарасить. Стики пока что не жмет. Десять стиков. Ой-ой-ой. Мирана неплохо запрыгивает. Но там уже репейл, к сожалению. И в итоге Эйс выживает. Прожал стики. Да. Стрела под хвост. Рейс поймал, но там первая. Тут его стоит Кентавр уже охраняет. Говорит, давай, подходи по одному под Тауру. Я думаю, вряд ли кто пойдет из команды Шарк в здравом уме на такой минуте драться под Тауру. Не, на самом деле могла бы Мирана там залипнуться и Старфолл третью закинуть. И умереть. Но липа не было. Нет, как бы она сделала даблкил бы. Но вот был бы лип, она могла бы липнуться, вот быстро ворваться. А пешком на ноге зайти без Бутца на Миране сложно. Она как раз Бутца еще не имеет. Ну знаешь, так линии все-таки у нас все выиграны команды Империя. Потому что у нас, ну допустим, Керри Бэтрайдер, который стоит на изи-линии, у него там больше, чем у Сларка, в разы на 700 уже. И Кентавр Хартленер там против Некрофоса на 200 тоже переформил. Да и ОД там солидно-пефемирану на почти 800. Там анимация забавная у Дэйла у Дэдпульса. Я так понимаю, это Морталка, да, дает? Вот это вот. А такая у тебя рука летит? Да. Надо себе намутить. Классно. Нравится. Вообще как-то забыли такого героя, как Некрофос. Некрофос хороший герой, особенно с агонимом. Ой, 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 в миде умирает Мирана, выход хороший был. От Леона через палец смерти забирают. Да, действительно. Так вот, про Некрофоса прозабыли многие, потому что все-таки с агонимом, да, зачастую в лейте, да, тебе нужно всего лишь там половину хп снести, даешь ультимейт, и ты не можешь байбэкнуться. Это просто жесткая имба. Особенно, когда ты играешь на каком-нибудь антимаге, у тебя там 10 тысяч за пазухой, а ты ничего не можешь сделать, просто сидишь в таверне там 120 секунд. Вот был какой-то матч там, примерно там, в диапазоне месяц, и там был Некрофос, и он там как раз-таки сделал жесткий камыш из-за того, что у него агоним появился. На моей памяти у меня в папочке была жесткая игра, когда мы играли 90 минут почти, так, пошел у нас Малай Шадоу, потом дорасскажу. На топе, пока что отменяет стан на сакс, Центрик пошел, проблему Дейла, подстанили его, Пьюрификешн залетает, побежал у нас Флойд. Возможно, будут пытаться цеплять, как говорят, вот Леона, да, можно, у Леона могут быть проблемы, Леона цепляют, пошел у нас Рипер, это минус Леон, да. Печально обидно, 40 секунд в таверне на восьмой минуте, но это лучше, если бы кого-то еще забрали, в итоге пока что этим и ограничится. Ну, знаешь, как бы, сюда сместились четвером, там было, по-моему, три телепорта, сейчас кастована от Шаркс, плюс Ферана с Центра пешком бежала, чтобы стрелку просто кинуть и ничего не сделать. Так что, даже если убили Леона, вообще плевать, потому что и Петрайда на линии фармил, и ОД фармил, и плюс, ну, и время потратили на то, что чисто вот побегать. Ну да, да. Так, у нас на топе все еще продолжается пушиться лайн от команды Шаркс. Дейл уже здесь развлекается, конечно, у него нет пока что Рипера, но он может просто позволить себе наглеть, хотя возвращается Эй, слушай, пошел Станпит, сверху Станп залетает, Рипейл. Ну, это без шансов, конечно, для Дейла. Далеко, глубоко, Салянова. Вот именно что, глубоко, Салянова ему засадили на развороте, нечего так наглеить, все правильно, некор переоценил свои возможности, в принципе, не стоит так наглеить команде Шаркс. Кстати, а чтобы Трайвер, он все-таки решил выходить в Блиндаггер себе быстрее, не барабаны. Спасовали, но как-то что-то не зашло. Трайвер на топе, драка, проблемы у Эйса, бутербродиком тройным его окружают, Эйс пока что живет, Андерстрайк, сверху Риперт, Эйс хороший, залетает у нас тем временем Рипейл от товарища Райза. Выживать в итоге Эйс, боже мой, сколько всего потратили, Глимс пошел, возвращает Эйса. Можно стан закинуть, но не успевает, не успевает стан сделать и умирает, к сожалению. Неприятненько, конечно, но что-то поделаешь. Тут три ствола, три ствола, к сожалению, да, тут сложно выжить было. Не такой степени жирности, так скажем, Кентавр, чтобы это все выдержать. Но, ничего страшного, опять же, всего лишь 10 минут прошло. Самое главное, что ОД в топе. Знаешь, там преимущество хорошее, там по голде 4 уже тысячи, и по экспертам в районе 3, так что очень-очень даже хорошо. Подфармили у нас по этому Империал за, так сказать, стадию лейнинга. Ну что, Бэйби Найт тем временем в миде продолжает фармить, кстати, у него 1700 на руках, пока что ничего не покупает. Ну что, будет по стандарту через пику какую-нибудь играть или как? Ну, я думаю, да. Как бы зачем менять стандарт? Кто его знает? Кто его знает? Все от него можно ждать, тот еще парень. Тоже верно, но все же, все же. Схема рабочая, с чем ее менять? Так, там тем временем смог атака, да, от команды Шаркс. Отправляется Флойд и компания в атаку. Первый бежит у нас Ларкс, за спиной у нее находится с Нага Сирены, конечно же, и Сэхни также рядышком. Нужно быть осторожнее Эйсу, будет неприятно, если Кентавр еще раз умрет. А он, возможно, умрет, потому что его видит, пока там прячется у нас Ларкевич. Бежит у нас Дезераптор. Можно Глимсануть, если что. Да, Глимс пошел. Ультимейт сразу сверху, Moonlight Shadow подрубается, Эйс. Он просто не понимает, кто его бьет. Из Инвиза просто умирает. Крисы из Инвиза напали. Крисы, да, в спину. Но это третий фраг в копилку команды Шаркс. Хорошо. Самое главное, что они бегают, напрягают корок команды. Империал, как ни крути. Но в идеале бы им выйти на УД. Падает солидно. Там 500 голды падает за него, фактически. Нет, ну в идеале бы, конечно, на УД было выйти, но УД сложнее забрать. Так что все-таки Кентавр вторая, наверное, по приоритету цель. Лассо. По Флойду, ну Грис пошел, и все-таки Флойда тут так просто не убей. Да я в принципе как бы... Да у Флойда, если что, Shadow Dance, все, он уйдет. И тут бежит Райс, хороший филд, Райс тоже не догонит никого. И в рассыпную вся команда Шаркс. Провальная атака, на самом деле. Вот на топе Дейл может в очередной раз пострадать, потому что летит сюда уже у нас Эйс. Эйс. Дейл. Дейл Эйс. Дейл Эйс. Дейл Эйс, да. Ну, в итоге такое, фармят, ребятки. Окей. Так, как там дела у Слэш-трайка? У Слэш-трайка пока что ничего на руках нет. Купил он себе Рейндропы и Аквилу. Окей. На этом его фарм заканчивается. О, Дэш, что там появилось. Данка из Форстафф и Бобби Найта. Понятное дело будет играть теперь точно через пиху. Да. А Флойд уже ПТшечку имеет, фармит потихонечку Лиса. Ну и дальше, наверное, по стандарту все-таки в Шадоу Блэйд пройдет. Ну, в принципе, да. Но, знаешь, есть минус в том, что как бы и так в пике есть Мирана и... Да я об этом подумаю, да нет. Вера из того, что будут варды с Синтрии. Там, ну, опять же, слишком много ему дает Шадоу Блэйд, как ни крути. То есть, там... Да, это тоже верно. И в теории ты сможешь собрать, если что, его и Сильвер Эйдж. Там плюс статы дополнительные, как ни крути, все равно приятнее. Так что, наверное, все-таки здесь... Дайкендауф, значит. Да, да, не стоит исключать этот. Ретурн. Здесь согласен. Слишком больно. И плюс, опять же, да, в теории там будут у врага всегда просветки. Но не везде же и не всегда, как бы. Да, тоже. Так, тем временем драка на руне. Слушай, сеточка пошла. Привет, Бэтрайдер. Бэтрайдер загулял. Блядь. Хотя на развороте проблемы могут быть у Сехни. Полетел Бэтрайдер, прыгает сюда Сларк. Пошел у нас Славкевич. Спрятали в Астрал, тем временем, Бэтрайдера. Сон ноги сирены. Так. Ну, нужно Бэтрайда первого, наверное, вырубать. И подбегает сюда Райс. За хилл пошел. Монлайд Шадо на развороте от Шарков. И Шарки отступают. Побоялись драться. Ну, там в итоге Эклипс разрядил у нас ОД. Лишил маны, конечно, но... Не уродный минус как-то, да. У него два... Ну, у него два инты было всего лишь украдено. Это маловато для такого хорошего Шварка. Ну да, но зато Т1 заберут у нас с Империал, конечно, в свою копилочку. И это еще сильнее бустанет у нас Баби Найт. У него и так уже 6500 метворца. Так что все у него прекрасно. Так, тем временем умирает Кент на топе. А Кент через Риппер умер? Да, через Риппер. Сколько там уже дополнительных? Пока что 10. Скоро будет уже 20 секунд в таверне. Это, конечно, много. Так неприятно, да, когда тебя минусуют, а ты сидишь там еще 20 секунд сверху. Ну, раньше было 30-ка всегда, так что... Это жесть. Благо сейчас 10, потому что на первом левеле плюс 30. Как будто в таверне там 20, 25. Плюс 30. Если тебя врубают просто за этой... Сидя пошел кофейку навел, там что-нибудь поделал, там свои дела и так далее. Там, кстати, дошли Дейла. Да, тут за... Смстя! Тут без шансов, конечно, для Некора, он не выживет. Слишком мог дизейбл. До свидания, Некор! И также будет выход на Т1, я так понимаю, от команды Империал, конечно же, потому что сейчас сюда вернется уже Эйс и пойдет также помогать. Или нет, или не пойдет. У него КД на телепортацию, если что. Ну, там, кстати, похоже, тавер снизу забирает шарки. Ну, знаешь, пока как-то Империал, конечно, ну, в виду, там 5000 голды, все дела там 3000 экспы, но думал, тут будет еще так более развал. А пока он, как позволяет такую подвидку. Ну, опять же, нет ключевых айтемов, нет все-таки у команды Империал. Нужен еще блинк, конечно, ДС какой-нибудь. В теории, блинк уже появился у Бобби Найт, уже два блинка есть на самом деле. Также есть блинк у товарища Хэснанджа Роттана. Ну, Леона, а, у Леона уже есть. Все, в принципе, осталось только Кентавру, и все, и можно идти просто по КД забирать. Ну, Кентавр не купит блинк. Кентавр играет без блинка. Он плохой Кентавр, пускай купит. Не, на самом деле, нормально. У него вот есть кут, дальше будет пайпа, дальше Тараска, и все, то есть. Вы его убивали-убивали, потом бац, и все. У него, знаешь, как бы лимит плотности, как бы, достиг предела. Кратский урон, который можно вписать по нему. И все, хана. Заходит, ломает базу тебе, ничего не делал. Просто я, как бы, там, на месте в халде. Встал, и все, и как бы башня падает. Возможно, не исключаю такого варианта. Все-таки, да, действительно, урон нужно впитывать кому-то. Единственное, кто сможет сделать в команде Imperial, это, конечно же, товарищ Эйс. Само собой. Ас. Ас. Нам с ним Мека должна подъезжать. Это кого-то для Микрофоса. Дасты заезжают, и, похоже, ребята сейчас побегут в атаку из команды Imperial. Опять же, подстраховались от Moonlight Shadow. Шаду-ва. 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 Ну, а как еще сказать? Ну, кстати, Shadow Amulet был уже загрежен. Shadow Amulet. Есть Shadow Blade. Shadow Blade. От Shadow Blade за... Зацениться. Ну, в любом случае, да, действительно, Shadow Blade появляется у нас у Сларка. Пуша там, тем временем, вовсю на Ага Сирена. Ну, на Ага Сирена бомжеватая, понятное дело, это саппорт на Ага. Так, пошла Стампида у нас тем временем. И куда это? Там Глимс связывается. Вернули нас с Эйсом, но стрела неточная. Эйсу неприятненько. Ну, пока под худом, конечно, он бит очень много урона. Тут еще, кстати, сатир на финал команде. Шард, уходите. Да, пошел, кстати, Moonlight Shadow тем временем. Сейчас, кстати, отхиляется еще Эйс и сможет подраздно разворотить. Цепляет в итоге Ною. Но и проблемки. Ноэ подкопчик надо было дать, но Рипер не дает ему это сделать. Отправляет Ною в таверну. Так, Глимс все время избили Эйсу. Да, телепортацию. Эйс тоже проблемки. Дэдпульс. Эйс пока что мансит. Подходит сюда. Бэбби Найт ультует. На развороте начинает харасить Дейла. Но Дейл отхиливается. Бэбби Найт минус. Слишком рано, мне кажется, опять ультует ОД. Также у нас у Эйса проблема. Эйс умирает. Пошло у нас лассо. Тем временем Дейла. Дейл нужно юзать Дэспульс. Пока что живет, но его свой же тиммейт застопил. Умирает в итоге не в Крафос. Это в итоге драк 1 в 4. В 5. У нас Омник только что воскрес. Разве? Погибал в начале где-то там. Но он только вернулся, таверны. Да, действительно, тим вайп. 5200 голды и 3000 экспы. По графикам вообще получилось. Даже 4000 отыграли у нас Шаркса. Еще и Тавр сверху, так что это 4. И плюс еще 1000. Это 5000 за файт. Отыграна команда Шаркс. Однако, здравствуйте. Да, как-то я не посмотрел. Сори. Я на самом деле после суток плохо внимательный. Не особо внимательный. Так что извиняйте. Я могу тупить. На действительно тим вайп. Опять же, конвейер устроили у нас небольшой империал. По одному заходили драться. Проще было, наверное, продать своих тиммейтов. Ну, как бы да. Ну вот, опять же, смотри. Гусларк уже 2000 на руках. Понятное дело, что он там дальше будет собирать. Сразу берет себе рецепт на Silver Rage. Без сабли. То есть, сразу будет апать себе вырубалку пассивок. Дабы врываться нормально кинта. Хотя там пассивка какого-то. Отд выруби тоже нормально. Ну да. Тоже верно. Так что да. Что пассивка? Пассивка промах, что у него уже. Да, я посмотрел. У него только в единичку взят стан, если что. Да. Пока. Ну, в любом случае, приятно. Опять же, статы дополнительные для Сларка. Сларк любит это дело. Ну и в атаку сразу отправляется команда Sharks в самоках. И давайте смотреть. В инвизии у нас товарищ Дэйл. Дэйл. Пошла драка. Сразу почему-то три про Заюза на Райза. Кстати, неплохо. Ворвался сюда у нас Хестенджо Роттон. В итоге забирает Мирану, забирает Дизраптора. Драка продолжается. Подрубает Шадоу Дэнс. Просветка пошла сверху. Сон ноги Сирены. Забирает еще в итоге сверху и Некрофоса. Вдвоем живых остаются Селари и товарищ Флойд. Нужно им бежать. Влетит ли? Тут Слари заманчивают. Спрятают ли? Есть же. Спрятали Нагу. Нага тоже приехала. Это минус четыре на развороте. Хороший фит от команды Sharks. Хороший фит. Одобряешь? Одобряю. Так, кстати, Сларк подошел. А он без инвиза и без ультимейта. Ты куда? Такое. Повезло. Когда-то была не точная. На самом деле, нет. Повезло, что не было больше дизейблов никаких у команды Империал. Так бы, скорее всего, приехал. Ну что ж, это, знаешь, это называется в лучших традициях русского паба. После каждой удачной драки нужно сходить еще раз с Фиданой, чтобы у вас было равновесие, знаешь, в командах. Ну да, а то изи видно интересно. А то как-то неинтересно, да. Нельзя допускать слишком сильного перевеса. Нужно всегда, чтобы на грани было. Так, там у Лайшану подрубается от команды Sharks. И, возможно, ребята пойдут драться за Рошана. Пошла просветка хорошая от Хестенджер Роттена. Видит прекрасно, где находится команда Sharks. Глимс также сверху, в никуда. Хестенджер Роттен Мансит. Ультимейт Адизраптор также пошел. Но тут Бэби Найт под репейлом просто, боже мой, из двух ударов разрубает Дейла. Вырубает также на все временем Дизраптора. Здесь забрали Ною. Возможно, это еще не конец, потому что пока что драка 2 в 1. Рошан все еще стоит наполовину битой. Так, где у нас Эйс? Эйс бежит. Рошана бьет. Ну, должны убить, по всей видимости, Рошанчиков. Ну, я думаю, что да, как бы. Вот только драться за нее будет или нет. Наверное, плохая идея, потому что, скорее всего, там Вижен-то должен быть на Сларке, если что. Как говорят, можно своровать. Не ворует, зато Сларку ворует лицо пока что. Я слышал Лассо, да. Лассо по Наге Сирены, нет у нее СНАК. К сожалению, Нага здесь никуда не уйдет. Минус Нага. Что там со Сларкой? Там слой от рядышком. Сларк тоже приехал. Еще буквально. Одну тысячки не хватает. Да ладно! Да ладно! На Сентриках сейчас бежит Сларк. Но далеко, конечно, уже на нее не ворваться, к сожалению. Также здесь убегает нас в итоге еще и Мирана. И опять в очередной раз мы видим, как Неуязвимость побеждает, собственно, на ровном месте. Просто Завязывал Неуязвимость и убежал. Класс. Да. Слишком жесткий инвиз. Слишком жесткий. Слишком жестко законтрить. Ну и в любом случае опять отыграли практически 5000 у нас Империал по голде. По эксперт также преимущество уже за 5000. Умеется и у них Эгида. И самое время идти и пушировать лайны, наверное. Что там по айтамам? Давайте посмотрим. У Боббина это наконец-то появилась пика. 2000 на руках. Пока что ничего не апает. Что у Кентавра? Кентавра у Кентавра. Не знаю. Где им, наверное, все-таки пайпу надо собрать? Так, Флойд приехал пока что или не приехал? Не приехал. Пока не приехал. Ну, возможно, приехал. Подожди. Приехал? Он готов. Он, мне кажется, готов. Он готов. На конечных. Да. Ну, если бы сейчас на крипах спалился, на самом деле. Но в итоге Монти пока. Значит, знаешь, может поворот не туда, как обычно это бывает. Да, Нага. Ой, Нага. Конечно же, слэш-трайк. Мирана скоро себе выформит. Аганим. 500 голды не хватает. Так, в миде у нас драка. Прыгает Бобби Найт. Так, Монлайд Шадоу. В рассыпную пока что шарки. Неудачно себя Форстафон толкает Бобби Найт. Так, я понимаю, хотел на хайграунд заехать. А там Флойд тем временем подрезает Ноя. Погоня за Флойдом. Пошел Шадоу Дэнс. Также Стампида. Очень больно у нас тем временем. Сларкевичу. Сларк умирает. Мистер Жабон переагрессировал. Разменять себя на саппорта это, конечно, плохо. Все-таки конечное. Да, все-таки конечное. Ну и конечно там предконечное, наверное. Ой, это Курьера. Курьер. Там два смокка в нем лежала целых. Курьер умирает. Ну и в рассыпную сразу. Команда Шаркс, кстати, неплохо на самом деле. Хотя бы Курьер забрали. Голды. Ну, знаешь. Команду. Потеряли Сларка, у которого был три. Который там действительный Творса. Так. Дейла нашли. И прятавшись, что его тем временем в Астрал. Дейл. Похоже. С того все. Мека. Ну, ультимейт сверху. Знаешь, я не спеваю по фрагам. Вот, то есть три. У нас там и на стопе цепляют, и снизу цепляют. И там цепляют, и тут цепляют. В общем, беда какая-то. Проблемы там тем временем с Эхни. Возможно, побежит дальше у нас товарищ Хэст Анжарот. Ну, Шадо Умлет, но Инвиз, Имба. Да, там, короче. Катрица, но есть гем. Зарян. Это не честно, я считаю, что нужно выкинуть гем, потому что это несправедливо по отношению к оппоненту. Должна была игра быть честной. Если у врага есть неуязвимость, то нужно позволять им и ею пользоваться, этой неуязвимостью. Так, тем временем, подожди, что-то цепанули. Тут цепанули товарища Слэш Трайка, и он, похоже, приехал. Какие плюхи залетают там от Бэби Найта. Остановись. Открой Бэби Найта. Остановись, дружище, до 40 интеллекта. Пожалуйста, пощади их. Просто прыгать ничего не боится. Не покупать ничего. Как тебе выбор артефакта от ОД? Это Актарина или Густол? Актарин. Актарин, скорее всего. Ну, а... Почему нет? Ладно, всё. Не знаю. Почему да? А почему нет? Так, Бэби Найт там тем временем ныряет. Голмакопа Т4. Забирает в итоге с пальца у нас на сирену. Врывается Флойд, упрыгивает из-под стана, но застанился. В итоге Лассо, это минус Флойд, но это уже тот самый карнавал. Карнавал, да, что начинается. В 80-е было только что ОД. Нормально. Карнавал безудержного веселья у нас продолжается. Просто тут разносит кабинет Абби Найт, кстати. И сейчас будет падать Т3. Подкоп по таймингу по Флойду. Флойд. Минус Флойд. Так, минус Дэл. Следующий, пожалуйста. Кто у нас? И этого тоже. Давай, минус Сехни. Сехни спас Инвиз. С неуязвимость работает. Но это ненадолго, потому что тут Контра прилетела в виде Хестенджерота на минус Сехни. И в живых остается у нас кто? Конечно же Слэш Трайк. Трайк убирает просто у нас товарищ Бэби Найт на ровном месте. Знаешь, что забавно? Что? Бэби Найт... А Еггеса у него было 80 инты. И вот после Еггеса сверху еще 48. То есть он наворовал здесь, конечно, слишком много. Я не знаю, но это... Ну да. Какой-то... Ну это прям пам. На самом деле, как бы... Ну вот Шаркс и Империал. Все-таки Империал команда, ну, в разы, в разы сильнее, чем Шаркс. Тут не поспоришь. Поскольку там последние результаты были у Империал крайне хороши. Они там... Была статистика примерно в сентябре. В начале октября, по-моему. Там, в общем, было у них стата порядка 23 каток. Страшно смотреть на Нагу. Нага умирает. С одной пики умирает Нага в итоге. Глимс пошел у нас по товарищу Хастанжеруту, но он по таймингу прыгивает. Прыгает у нас в итоге Слэш Трайк. Это билет в один конец. Слэш Трайк приехал. Так, подцепили здесь временно еще и Дейл, а Дейл тоже. И это ГГВП. Ну, спасибо большое команде Империал за хорошую игру. Я уж расстроился, когда увидел Нагу Сирену, что это будет игра в Брэбэдж под конец. Красавчик Бэби Найт. Конечно, радует глаз. Его игра, да. Но, в любом случае, вот так вот заканчивается первая карта. Всего лишь 26 минут. Ну, знаешь, немногим больше я дам вторую карту, учитывая то, что мы видели сейчас. Так что... Ну, особо не рассаживайтесь. Стрим, похоже, будет недолгим. Да дай бог, дай бог на самом деле. Потому что там все-таки интересный матч у этот параллельный, который хочется посмотреть, да? Действительно, как бы. Вот, но... Ну, да-то, знаешь, трэд и хвост комментаторы. Это...